Кто-то идет! Яйца! Давай, давай, давай! Он некрасив, неуклюж и его все называют гадким. Герой не похож на других обитателей птичьего двора. Он не умеет нести яйца, подобострастно кланяться и единственный верит, что за забором мир не кончается. Утенок стремится к красоте и свободе, но окружающие упорно пытаются его переделать. Мне кажется, что, особенно для подростков, вот это собственное ощущение изгоя, как бы человека непонимаемого, какого-то ненужного, это очень важная тема. И она актуальна и будет актуальна. В преддверии открытия сезона в Театре для детей и молодежи прошла премьера датской истории по пьесе Адольфа Шапира. В основу так называемого необыкновенного балета со словами лег гадкий утенок Андерсона. Режиссеры признаются, очень боялись, что удержать внимание маленьких зрителей будет тяжело. Ведь хоть это и сказка, постановку нельзя назвать простой. Наряду с энергичными танцевальными сценами в спектакле есть те, в которых совсем нет движения и они полностью построены на диалогах. Но опасения режиссеров не оправдались. Мне понравилось, как гадкий утенок стал лебедем. Ну, потому что он стал намного красивее и он мог быть свободным. Мне понравилось это тем, что лебедь не расстроился, он полетел ради мамы, согласен был не лететь. Очень был красивый спектакль, было очень весело и не скучно. Чтобы спектакль стал таковым, актеры работали в течение двух месяцев по шесть часов. Хореограф Наталья Петрова-Рудая, известная всем по ансамблю «Каприз», каждый день проводила тренировки, чтобы научить ребят о замбалетах. Чтобы это выглядело не просто человеческими руками, а чтобы это были крылья, птичьи головы. Даже сложно представить, как сейчас мы премьеру играли, и у нас не будет репетиций. У нас не будет разминок утром, вечером. Мы встречались каждое утро, у нас была очень серьезная разминка, очень мощная. Мы все потянулись, мы все похудели, окрепли. Потрудиться пришлось и Екатерине Андреевой, художнице по костюмам. Ведь все герои пьесы, птицы. Но одеты они в треуголки, пышные платья и шляпки. Будто перед нами не птичий двор, а средневековый город. В этом есть ирония и осознанное отсутствие привязки ко времени. Особый антураж создает и песочная анимация, которая является частью лаконичных декораций датской истории. Новости Вологды.